Всем привет! Сегодня я по просьбам делаю нутеллу в домашних условиях. И да, ее много на ютубе, по-разному ее делали, но такого способа я вроде как не видел. Так, берем 100 грамм арахиса, пересыпаем его уже в тарелку. Этот арахис нам надо поставить в микроволновку, после чего его нужно хорошо очистить и измельчить. Но это мы сделаем позже, сейчас я расскажу про ингредиенты. Итак, как я сказал, арахис, 200 грамм молочного шоколада, сахарная пудра, но я думаю она нам не пригодится, это каждому по вкусу по своему. Может быть кому-то надо еще слаще нутеллу, какао и растительное масло. Итак, давайте приступим к готовке и первым делом мы поставим арахис в микроволновку. Вместе с арахисом мы поставили также воду на плиту, чтобы как бы довести ее до кипения и сделать такую водяную баню. Она нам пригодится, я скажу про это позже. В общем, так, сейчас нам нужно разломать шоколад на маленькие кусочки. После чего нужно этот шоколад положить в кастрюлю, которая уже поставлена на водяную баню и подождать, пока шоколад перейдет в жидкое состояние. Итак, большие такие плиточки, это довольно-таки удобно. Не обязательно брать шоколад дешевый, можно взять, если вы хотите нормальную нутеллу, то, конечно, шоколад должен быть получше, но обязательно учесть то, чтобы он был просто без всяких добавок. Без всяких орехов. Ну, как бы орехи у вас и так будут, но ладно, шоколад с орехами еще взять можно, вы облегчите себе как бы работу. Но никакого изюма в шоколаде, никакого там печенья или еще чего-нибудь. Итак, шоколад разломили, теперь я его сейчас положу в кастрюлю на водяной бане. Итак, вот мы уже перешли на другое место. Наши орехи уже очищены, вытащены из микроволновки. И пока наш шоколад топится, мы измельчаем орехи, естественно, с помощью блендера, такой вот чаши. И измельчаем до того момента, пока они как бы не дадут свой сок. Не сок, а масло. Итак, что я могу вам посоветовать? Если вы соберете сделать такую нутеллу у себя дома, то обязательно возьмите чищенный арахис. Потому что арахис чистить довольно напряжно. Не напряжно, он маленький и кожура прилипает к рукам. Итак, давайте измельчать орехи. И потом я уже расскажу, что будет дальше. Теперь наш шоколад растоплен. Ставим огонь на самый минимум. И добавляем наши размолотые орехи. Естественно, потом это нужно будет перемешать. И после того, как это станет однородной массой, добавить сюда масло и какао. Очень горячий шоколад, поэтому нам нужно сейчас все это сделать довольно-таки быстро. Потому что, чтобы шоколад не прилип к кастрюле. Размешиваем все комки. И потом, естественно, добавляем то, что я сказал. После того, как мы перемешали, мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Естественно, масло должно быть без запаха. Иначе ваша нутелла будет пахнуть растительным маслом. Так, добавили 2 столовых ложки масла. И следом за этим мы добавляем 2 столовые ложки какао. Желательно горки большие не делать. И рассыпать ни одной кучей. Я как бы стараться это сделать равномерно. Но почему-то это не получается. Какао комкуется. И так, теперь опять же это перемешать. И далее я скажу, что делать. Сейчас, после того, как я все перемешал, надо снять пробу. И посмотреть, хватает ли сахара или все-таки добавить сахарной пудры. Да, действительно, сахарной пудры немного не хватает. Мы добавим примерно всего 1 столовую ложку. Думаю, этого хватит. А так, действительно, вкусно. Очень вкусно получается. Поэтому делайте, пробуйте, экспериментируйте. Не все время тратить деньги просто на готовую нутеллу. Неизвестно, что в нее добавляют. Тут вы знаете, что вы сами все это сделали. Все продукты почти считаются натуральными. Ну, а на этом, я думаю, все. Сейчас я это все перемешаю. Переложу все это в какую-нибудь банку. И поставлю в холодильник. Потом это все быстро, конечно, съестся. Но можно сделать еще такой нутеллы. Но побольше уже. В общем, соблюдайте пропорции. Если вы делаете, например, 2 шоколадки, соответственно, вы добавляете 100 грамм арахиса. Если 4 шоколадки, 200 грамм. И так на увеличение. Также с какао и с этим. Со всем остальным. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще больше видео. Пишите в комментариях, какие видео еще снять, что приготовить. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.